МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Быстро не получится". Эксперты посчитали, сколько времени нужно среднестатистическому жителю самотрудов, чтобы накопить миллион рублей. Наконец потушили. Причинами лесных пожаров в Тольятти займётся прокуратура. Не хватает компонентов. АвтоВАЗ приостановил сбоку некоторых моделей. За минувшие сутки в Самарской области выявлено 240 новых случаев коронавируса. Жертвами заболевания стали ещё 13 человек. Таким образом, общее число погибших достигло отметки 2432. Такие данные в 12.30 опубликовал Федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии заболел 70 721 жителей региона. 66 927 выздоровели. Из них 176 за последние 24 часа. В целом, по России за последние сутки выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 786 летальных исходов. Это максимальные потери за всё время пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 21 269 человек. Лесной пожар под Тольятти полностью ликвидирован. С ним удалось полностью справиться к 3 часам дня 14 июля, сообщает областное управление МЧС. Напомним, борьба с возгоранием на территории Тольяттинского лесничества заняла несколько дней. Сигнал о пожаре поступил 10 июля. Для его тушения привлекли 440 человек и 156 спецмашин. Борьба с огнём шла не только с земли, но и с воздуха. Для тушения пожара из Магнитогорска прибыл спецсамолёт Б-200. Всего на очаги пожара было сброшено более 650 тонн воды. Площадь, охваченная огнём, превысила 150 гектаров. В Самарской области сформировали комиссию под руководством 1-го зампрокурора региона Игоря Харитонов для проверки из-за крупных лесных пожаров в Тольятти с 10 по 13 июня. По результатам выездной инспекции будет дана цитата оценка действий должностных лиц администрации Тольятти по исполнению требований противопожарного законодательства и готовности у полномочных органов к ликвидации пожаров в лесных кварталах. Говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Напомним, мэр города Николай Рент связал пожар с поджогом. Возбуждено уголовное дело. Будут изучаться записи с камер видеонаблюдений, которые расставлены по лесу. Среднестатистический житель Самарской области сможет накопить миллион рублей почти через 20 лет. Такой вывод можно сделать по итогам исследования агентства Реорейтинг. По данным Банка России, за год объем вкладов населения вырос на 673 миллиарда рублей или на 3,6%. Из расчета на душу населения это около 4 тысяч рублей. Само собой, банковские вклады не являются единственным инструментом накоплений. Однако оценить общую картину эти данные позволят. Эксперты агентства посчитали, что среднестатистический работник, имеющий медианную зарплату и откладывающий 10% от доходов, накопит миллион рублей чуть менее, чем за 18 лет, при условии капитализации процентов и неприкосновенности сбережений. По регионам же картина отличается весьма сильно. Единственным регионом, где копить искомую сумму нужны менее 8 лет, стала Чукотка. В Ямало-Ненецком автономном округе этот срок составляет 8,6 года. Далее с заметным отрывом идут Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Миллион здесь можно накопить за 9,8 года. В реальности срок может быть гораздо меньшим, так как граждане с высоким доходом могут позволить себе откладывать большие суммы. На пятой строчке расположилась Москва с показателем в 11 лет. Менее 15 лет миллион необходимо копить в 11 регионах. Более 20 лет в 44. Хуже всего ситуация на Кавказе. В этих республиках нужную сумму удастся сберечь за четверть века. При этом, например, в Чечне более 26% работников не смогут накопить миллион даже за 30 лет. В целом по стране таких граждан 10%. Самарская область в Рейсинге расположилась на 38 строчке. Среднестатистический работник с медианой зарплатой накопит миллион рублей на пополняемом вкладе за 19,7 лет. При этом тех, кто не сможет это сделать за три десятилетия в регионе, 13,6%. В Самаре работника муниципального предприятия будут судить. Ему вменяют некачественную очистку кровли от снега и наледи, что в итоге привело к трагедии. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело в отношении начальника участка общеремонтных работ муниципального предприятия возбудили по предусмотренного статьей Уголовного кодекса выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. По версии следствия, в марте этого года мужчина не организовал проведение работ по очистке от снега и наледи на кровле многоквартирного дома по улице Металлистов в Кировском районе. 28 марта снежно-ледовая масса свалилась на проходивших по тротуару, расположенному в непосредственной близости от этого дома, женщин. Одна из пострадавших скончалась на месте, а здоровью второй был причинен тяжкий вред. Сейчас обвинительное заключение утвердила прокуратура Кировского района, а уголовное дело совсем скоро направят в суд. 14 июля АвтоВАЗ на один день приостановил производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0, сообщила пресс-служба компании. Причина предприятия Бош Самара недопоставила электронные компоненты. Приостановлена сборка машин Ладеларгус и Иксера, а также двух моделей Рено Сандера и Логан. На заводе отметили, что оплата персоналу линии за день простой будет произведена в соответствии с трудовым кодексом в размере 2 третих от среднего заработка. Как уже сообщала ТЭРа, 1 июня АвтоВАЗ на два дня приостанавливал выпуск автомобилей Лады Гранты из-за проблем с поставками компонентов Бош. Прокуратура Самарской области выявила нарушения в планах по размещению крематория около села Кривое озеро Красноярского района. Надзорное ведомство организовало проверку после того, как вопрос был поднят местными жителями на личном приеме прокурора области. В ноябре 2020 года на собрании представителей сельского поселения «Хорошенькое», куда входит Кривое озеро, приняли решение о создании крематория с двумя печами и кладбища площадью 40 гектаров. Это вызвало недовольство сельчан, заявивших о нелегитимности предшествовавших общественных слушаний и экологических проблемах, которые может повлечь появление объекта. В Самарской области появились новые арбитражные управляющие, сообщило Регуправление Росреестра. Последние годы эта профессия востребована в регионе. За год обучения по единой программе подготовки проходят 2-3 группы, в среднем по 15 человек. Будущие арбитражные управляющие успешно сдали теоретические экзамены, теперь могут приступить к двухлетней стажировке. А после нее проводить процедуру банкротства организации физлиц. На каждое дело по несостоятельности управляющий назначается решением суда. В Самарской области деятельность по введению процедуры банкротства осуществляли 418 управляющих. Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно минимум 61 тысяча рублей в месяц, что на 2,5 тысячи больше, чем два года назад, подсчитал Росстат. Те или иные финансовые затруднения испытывают 76% домохозяйства в России. Выяснено, что 8,5% семей не имеют возможности оплачивать жизненно важные лекарства. 51% не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования. 9% не в состоянии покупать новую одежду по мере износа. Употреблять фрукты в любое время года не имеют возможности 17% семей. В Самарской области повторно рассмотрят скандальное дело о берегу укрепления в селе Рождествено. Арбитражный суд по Волжскому округу отменил решение апелляции и направил дело в Самарский арбитраж. Речь идёт об иске областного управления капитального строительства. Вернуть 282 миллиона, выделенные на укрепление берега Волги у Рождествено. Напомним, власти перечислили деньги ООС Сити за работу в 2015-2016 годах. Подрядчик нижний слой дамбы сделал из низкосортного камня. Это стало основанием для обращения в суд. По делу были осуждены экс-глава УКС Светлана Моравская и один из топ-менеджеров Сити. Известный самарский бизнесмен Александр Шведак признан банкротом. В отношении него введена процедура реструктуризации долгов. Такое решение утвердил арбитражный суд Самарской области. Исходная несостоятельность предпринимателя ещё в декабре 2019 года подавала компании высота из-за долга Шведака в 2 миллиона рублей. Согласно материалам дела, речь идёт о просроченной задолженности по основным процентам. Ранее банкротства бизнесмена добивались банк Акбарс из-за долга в 668 миллионов рублей и фирмы Самарский боровой инструмент, который Шведак задолжал 5 миллионов. Специалисты Яндекса выяснили, что спрашивают о жаре, пляжах и кондиционерах российские пользователи сервиса. Самыми популярными запросами с вопросительными словами и словом «жара» в период с 8 июля прошлого по 8 июля этого года стали. Как охладить комнату без кондиционера в жару, когда спадёт жара, что приготовить в жару, как помочь домашним животным в жару, как спастись от жары. Общий топ-15 вы видите на экране. Популярные запросы с вопросительными словами и словом «пляж» таковы. Как завязать парео на пляж, как называется пляж, где все голые, что означают флаги разных цветов на пляже, что взять с собой на пляж, что надеть на голову на пляже. Общий топ-10 запросов на эту тему также на экране. И, наконец, самые популярные запросы с вопросительными словами и словом «кондиционер». Кондиционер для дома какой лучше? Сколько стоит установка кондиционера? Как включить кондиционер на тепло? Инверторный кондиционер что это? Как часто нужно заправлять кондиционер в автомобиле? Другие популярные запросы с этим ключевым словом также перед вами. Телеграм-канал под говорящим названием «ВЧК ОГПУ» раскрыл причины странной смены гендиректоров на Тольятти Азоте. Несколько дней назад бенефициар ТААЗа, американский гражданин Сергей Махлай, уволил Дмитрия Межиедова с должности генерального директора завода. Межиедов занимал этот пост последние два года и успел вывезти с завода в Махлаевские офшоры сотни миллионов долларов, утверждает автор. Только делал он это совсем грубо. Деньги просто выводились под видом дорогостоящих контрактов на ремонты, инвестпроекты, строительство заводских объектов и многое другое. А вот работ в действительности практически не велось. И контракты не закрывались актами выполненных работ. Так, в 2021 году Межиедов успел вывезти с завода 16 миллиардов рублей из запланированных 21-го, а актами закрыл работу на 2 миллиарда 700 миллионов. Сохранить такое положение вещей втайне не удалось. Перед Махлаем замаячила угроза крупных санкций со стороны правоохранительных органов и налоговиков, а это разорительные штрафы и новые уголовные дела. По сведениям одного из адвокатов, обслуживающих Тольятти Азот, спасать провальную бухгалтерию Махлай поручил одному из топ-менеджеров. Ему поручено задним числом подписать огромное количество липовых актов на миллиарды, чтобы создать видимость того, что деньги завода тратились на реальные проекты, а не выводились незаконным образом в офшоры. Исполнителю аферы не позавидуешь. Результатом такой работы могут стать сотни фиктивных документов, под которыми будет красоваться его подпись. А это уголовная статья без вариантов. В паблике «Подслушанная Самара» рассказали, что в наш город для съемки тревел-передачи прибыли Иван Ургант и Владимир Познер. Они путешествуют по Волге на корабле. Как ранее писал Владимир Познер на своем сайте, у съемочной группы было желание создать фильм о путешествии по России. И Иван Ургант предложил поплыть по Волге с заходом в разные города. В Самаре съемки продлятся до вечера, а затем корабли отправятся в Казань, Нижний Новгород и другие города. Ранее Познер попросил самарцев предоставить информацию о жителях, с которыми можно было бы интересно пообщаться. По его словам, он снимает большой фильм про восемь городов по Волжье. По данным анонимных источников, на призыв откликнулось примерно два-три десятка горожан. В основном блогеры, историки, общественники. Кого именно снимет Познер в своем фильме, пока неизвестно. Ежедневная редакция телеканала «Терры» принимает десятки звонков от телезрителей. И ни одна наша программа не обходится без вашего участия. Совокупная аудитория «Терры» составляет 400 тысяч человек в сутки. В круглосуточном доступе новости Самара от журналистов нашей компании представлены на сайте trkterra.ru и в наших пабликах социальных сетей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова